Ребят, всем привет! С вами Ярослава Громакина, блог Наши Дети.ру И сегодня мы с вами поговорим о том, как подключить платежи, чтобы вы могли выводить свои заработанные доллары с аккаунта Google AdSense. Например, вы зарабатываете на YouTube или с помощью вашего сайта, блога, у вас накопилось 100 долларов, и вы можете их вывести. Для этого вы заходите на свой Google AdSense, авторизуетесь, затем нажимаете «Платежи». В платежах выбираете способ получения дохода. Добавить способ оплаты. Здесь вам предлагают три способа. Вы выбираете «Настроить оплату банковским переводом». И здесь вы видите целую кучу предложенных вариантов, от которых у вас разбегутся глаза, и вы решите вообще плюнуть на это все и заполнять. На самом деле так делать не нужно. Выбираем «Идентификатор получателя». По желанию. Можно ничего не писать, поэтому ничего не пишем. Владелец банковского счета. Пишите свою фамилию и имя в транскрипции на латинский язык. То есть, если вы... Меня зовут Ярославна. То есть, я пишу на английском. Ярославна. То есть, пишем именно так, как у вас указано в вашем загранпаспорте. Если загранпаспорта у вас нет, я думаю, в принципе, вам не должно составить труда перевести ваше русское имя и фамилию на английский язык. Далее. Название банка. Название банка вы прописываете... Ну, наверняка у вас Сбербанк, да? Возможно, у вас какой-то другой банк. Если Сбербанк, я вам покажу, как вы это делаете. Вы ищите... Вот здесь пишите Сбербанк. В песковике Сбербанк. Пардон. Так английский язык. Сбербанк. Переводы. Из-за срубежа. А, так. Что у нас здесь есть? Вот он. Так, заходите. Видите, вот. Значит, банк-бенефициар-получатель. Вот Сбербанк Москва. Он будет, по-моему, по России у всех один и тот же. Выделяете его, делаете там копировать и вставляете. Сбербанк Москва, да? Ну, в принципе, я уже забиваю. Так. БИК. Что такое БИК? Это идентификатор банка и его филиала. Он состоит из девяти цифр. Где мы его берем? Значит, в БИК вы заходите... Наверняка у всех есть мобильные телефоны. В мобильном телефоне у вас, скорее всего, стоит приложение вашего банка. Выбираете эту карточку, на которую вы будете получать деньги. То есть, если у вас, например, МИР или там ВИЗа, или Мастеркарт, открываете именно эту карту. Ну, допустим, ВИЗу. Заходите... Там есть вкладочка реквизиты. Открываете реквизиты, и там будет написан БИК. БИК, он состоит у нас из скольких цифр? Девять цифр. Ну, давай напишем. Так. Свифт БИК. Что такое Свифт БИК? Это уникальный идентификатор банка. Он может состоять из восьми или одиннадцатых символов. Опять заходим вот сюда. Вот здесь он будет написан у вас в Сабру. Иногда может быть какая-то приписка к названию вашего города, например, там, какая-то там регион, там, 0,3, еще что-то, не знаю. Когда я зашла через свое приложение, Сабру, у меня было написано именно Сабру, как здесь. Номер счета. Самое главное – это указать правильно номер счета. В приложении это, значит, номер счета, это, по-моему, 20 цифр. Ой, пардон. Буду светить своим номером еще. Это 20 цифр, которые вы должны ввести желательно вручную. Да? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Здесь нужно повторить. Там, значит, вбиваете все вручную. И если у вас вдруг не совпадут, да, где-то вы ошиблись в одной цифре. Хоп. Неправильно, да. Проходите, исправляете. Вот. Когда верно. Вот. А так вот у вас все будет. Замечательно, отлично. Банк-посредник. Уточните в вашем банке. Так. Челкаем сюда. Банк-посредник. Опять смотрим здесь. Поскольку мы получаем уголоцензию в долларах в США, то банк-посредник у вас будет вот этот. Нью-Йорк. Копировать. Ставили. И свифт банка Нью-Йорка. Вот. Он здесь же указан. Вот так. Установите в качестве основного способа оплаты. Если вы первый раз забиваете и будете получать именно на эту карту, конечно, ставите галочку и жмете «Сохранить». В принципе, у меня все. Если я вам помогла, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока-пока.